Всем хай! С вами Брикфилл Аликс ТВ и сегодня я покажу вам две упаковки Лего. Да, это подарки, вернее не подарки, а мои покупки с Алиэкспресс, когда я давно в новостях показывал, вот, еще в ноябре. И что же, давайте-ка посмотрим. Я не устоял, ну, вскрыл, короче, когда принимали, немножечко потерлась, но это не сутишь и важно. Вот я раскрыл первый большой пакет и тут вот шестеро зомби и также платформы для них. Что же, рассмотрим первого зомбака. Первый зомби это полицейский, у него такие вот наручники, маленький пистолет и такое вот грызающееся лицо с разодранной губой. Также на теле у него прикольные разорванные такие принты, вот, тут его, в него стреляли, здесь его царапили или укусили и здесь также у него всякие, ну, остатки от одежды, вот. Следующий зомби это строитель, у него вот такой вот телефон, также бензопила и такая вот кепка крутая, довольно-таки да, ребят. Вот, я ее где-нибудь буду использовать, ну, точно буду использовать их всех. У него такое вот обычное зомби лицо, ну, в основном у всех такие, у всех зомби такое лицо леговских. Также такая разорванная сзади, разорванная одежда, жилетка и спереди тоже там в него стреляли и так далее. Штаны, единственное, у него ничем не попорчены, так что их где-нибудь можно использовать. Вот, так вот, круто, классно. Следующий зомби у нас, вообще, мне кажется, это, если я не ошибаюсь, первый зомби из всех, ну, короче, серии, из этой серии, самый первый зомби. Вот, что же, у него вот такое вот грызающееся лицо, такой тупой, как у любого другого зомби. Также рыжие волосы с таким киноватым оттенком и молоточек, да, большой такой молоток. Также у него немного порванный костюм, здесь тоже порванный, но не до кожи. Вот так, и здесь кровушка, да, здесь его точно укусили сзади. Следующий у нас чувак в пижаме, который, по всей видимости, его укусили зомби, уцарапили, и он не успел даже пирожок доесть, да. У него в руках бензопила, остатки от бензопилы, он, по всей видимости, защищался. Мне кажется, все эти зомби пытались защититься. Ну, кто, у кого какое оружие. Следующий у нас какой-то зомби-ботаник или зомби-ученый, не знаю. У него, короче, такая вот жилеточка прикольная, также брюки, сзади такой вот прострел классный. Также, ну, у него порвано все, рубашка тут все разорвана. Он, по всей видимости, кого-то уже попытался сожрать, у него сломаны очки и довольно-таки прикольные волосы. Да, у меня до этого таких не было. И вот такая вот... Так, не будем. Так, извините. И у нас здесь, я еще забыл сказать, газетка такая есть. Вот, да. И еще одна газетка. Вот. Ну, короче, не суть, важно. И последний зомби у нас вот такая вот зомби-врач. Да, у нее в руках палка, она пыталась защищаться ею. Также у нее один глаз красный, другой белый. Да, то есть она довольно-таки яростная сейчас и еще не совсем-таки отупела. Так, как зомби с пиражком. Что же. У нее прикольные принты, вот, прострел. Так, и сзади вот тоже так-то, он так классно. Вот. И также у нее есть вот рентген. Вернее, результаты рентгена. Ну, не рентген, а, извините. Ну, короче, это сердце здесь. Типа как у больного белосердца. Что же. Вот они все зомбаки. И переходим к следующему пакетику. А в следующем пакетике у нас оружие. Вот упаковка. И... Так, попробую распаковать. Одной рукой. Мастерский. Так, тут уже вывалился автомат Калашникова. Ака. И вот у нас тут оружие. Этот маленький пакетик, да, здесь оружие. Очень классное. Такое вот прикольное кастомное оружие. Я его долго ждал. И я обязательно буду его использовать в своих видеосъемках там и так далее. Далее у нас тут, помимо автомата Калашникова, АКСУ. Далее еще один вид автомата Калашникова. Поголил. И до хрена, короче, снайперских винтовок и куча всего. Сейчас все покажу. Итак, ребят, вот оно все наше оружие. Я его распаковал. И что же. Посмотрим, что здесь есть. Вот такой вот автомат Калашникова. АКСУ. Автомат Калашникова. Так. Какой-то пулемет. Прикольный такой. Снайперская винтовочка. Да, прикольно, прикольно. Ну, она так выглядит, что ее можно использовать, не знаю, там, например, во Второй мировой или в Первой мировой войне. Ну, вот так вот, для съемок. Следующая у нас такая вот винтовка. Я ее обязательно в зомбиапокалипсисе буду использовать. Обязательно. Эта винтовка, вот ждите, эта винтовка просто идеально подходит для зомбиапокалипсиса. Также здесь такое вот ружье, типа дробовика, не знаю, ну, вот так вот. Также небольшая такая конструкция арбалета. Ну, да, такой, так сказать, современный, странный арбалет. Вот, подождите-ка, а может он как-то по-другому делается? Короче, сейчас посмотрим эти оружия, и потом я соберу это. Непонятная фигня. Я много раз ее видел в каких-то обзорах про лего, но до сих пор так и не догадался, что это такое. Кастет, это нож какой-то. Вообще не знаю, может, вообще ручка, без понятия, что это такое. Ну, ладно. Также у нас тут такой вот уменьшенный автомат Калашникова. Вот, следующий у нас тут Галиль, если я не ошибаюсь. И далее у нас такая вот крутая снайперская винтовка, которую можно использовать во Второй мировой. И вот какой-то автомат. Ну, может, Галил. Что же, сейчас соберу арбалет и покажу некоторое оружие на Алексе. Итак, вот он арбалет, и так вот он выглядит на мини-фигурке, то бишь на Алексе. У него такая вот стрела заряжена, типа лука, но это на самом деле такой вот прикольненький арбалет. Сейчас еще покажу на Алексе оружие. Вот, вот такой вот уменьшенный автомат Калашникова. Автомат Калашникова, конечно, очень крутой, очень эпический, я даже скажу, суперский. Вот он такой вот красавец. Большой здоровый автомат Калашникова. Да, Алекс, будешь не уходить в мире за... Да, мой сериал. Пожалуйста, посмотрите, кто не смотрел все серии. А то как-то странно, некоторые серии у меня набрали 60 просмотров, а некоторые вообще-то 30, 34 просмотра. Вообще, ну, как сказать, стремновато. Вот. Ну, классно, классно. Вообще, эпично. Такие автоматы. И сейчас наше странное приспособление покажу. Пишите в комментах, если вы знаете, что это такое. Вот. Такая вот фигня. А может, это вообще шприц какой-то? Вот. Пишите в комментах, что это такое, что вы думаете, что же это за фигня. И что же. Всем спасибо за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк под этим видео. Я хочу набрать много подписчиков и лайков. Хотя бы до 100. Пока что у меня 80 подписчиков. 81. И всем пока. Всем удачи.